Пусть Соловьев приедет, пусть поживет. Ну, понятно. Ну, а пусть люди тихо и спокойно займутся моей жизнью. Я же никого не призываю к этому. 48 часов всем покинуть Харьков и поквартально сносить к чертовой матери. Ё-моё! Там вообще... Ну, важно, что вы не только постоянно с людьми, что налажено информирование людей по ситуации. Смотрите, у меня установлено предупреждение, да, которые приходят, они пришли с опозданием. То есть уже сирена, уже пошли взрывы, потом только это на телефон. Привіт, друзья! Меня зовут Олена Курбанова, и вы на моем ютуб-канале Курбанова Лайф. А это свежий выпуск, який мы присвячемо тому, что же там коеться за поребриком у наших найближчих сусідей через кордон на Белгородщині. Всі подробиці і деталі далі, а ви ж не забувайте, нам допомагати поширювати всю зібрану інформацію. Не забудьте ставити свій лайк і обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф. Ми їх попереджали і багато говорили про те, що війна обов'язково вийде за межі України. Це знаєте, як випустити джина із пляшки, а потім намагатися його засунути назад. І нічого не виходить. Місеві мешканці Белгорода і Белгородської області кажуть про те, що минула ніч була в їхньому житті найстрашніша, найгучніша і найнебезпечніша. Скільки б ми за два роки повномасштабної війни могли б назвати таких ночей, днів, ранків та чого завгодно в різних українських регіонах? Тим не менше, місцеві звітують про те, що вони були прям масово атаковані ракетами. Місцеві, представники влади, звісно, як і завжди, звітують та рапортують, що все було перехоплено, все було збито, ну і що ти, Белгород, ти в повній безпеці. Але якщо купнути глибше і зайти на місцеві пабліки білгородців, то вони дуже рясно і красномовно викладають всю картину ночі. Що відбувалося, куди прилетіло? Навіть демонструють світлини, як одна із ракет підлетіла максимально близько до адмінбудівлі в центрі Белгороду. Кажуть, що це нібито була будівля МВД. Ну і світлини, звісно, докази, все це є. Далі це історія із системою оповіщення, тобто системою безпеки. Самі мешканці Белгорода кажуть, що вночі, окрім обстрілів, нічого не чують, тобто немає сповіщення сирени, сигналу повітряної небезпеки. Губернатор каже, що таким чином вони ще більше турбуються про білгородців. Бо люди вночі мають спати, а сирена може їх розбудити, зробити дискомфортним цю ніч. Тож, власне, її тепер вимикають. Як і категорично незрозуміла ситуація із укриттями, які або не функціонують, тобто на папері є, гроші списані, але їх немає. Або зачинені, тож під час повітряної тривоги, повітряної атаки білгородці йдуть в укриття, цілують замок і думають, що ж робити далі. Наприклад, можна обкладатися якимись іконками. Ну, тому що росіяни, вони ж скрепні, православні і дуже вірять, що їх захистять. Хоча я не пам'ятаю, щоб якісь небесні сили все ж таки могли захистити від ракетної небезпеки та атаки. Тобто система безпеки через два роки повномасштабної війни і багатьох і багатьох тижнів і місяців обстрілу Бєгорода так і не була створена. Ну, і від цього вже виникає такий собі конфлікт між регіоналами та центральною владою, центральними медіа і пропагандистами. Тому що виходить Путін і каже, наскільки він надихається сміливістю, можністю білгородців. А білгородці кажуть, альо, ви тупо забули і забили на нас, ніхто нами не займається, ми самі собою, ані евакуація, ані якоїсь системи безпеки, ані взагалі вирішення цього питання. Дякую за перегляд! Ё-моє! Там вообще... Дивіться! Ааа! Дивіться! 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 а в колись военный злочинец Путин. Можно назвать это, как угодно, сира зона, санитарная зона. Они обстреливают наши региони, они на пекло перетворяют Сумщину, Харьковщину, место Харьков. Мы, тем временем, показываем, что в эту игру можно играть в двоих. И если они будут продолжать кошмарить наши региони, то и белгородцы должны звукать, что вопрос безопасности будет эфемерное и вопроса веры. Або тебе кажется, что ты в безопасности, або нет. Ну и, конечно, большее, что нам нравится, это, как говорится, горит-палае. Белгородцы мятушатся. Тут би было доречно згадать про то, что они маленькие люди, они поза политикой и не понимают, почему их никто не рядует. От Російська армія отправилась до Украины рятувати російськомовных, а російськомовных белгородцев все лишили на призволяще. И они самі мают думать, что им делать. В Росії не налагоджена система евакуации, им некуда ехать, ничем заниматься, нема социальности поддержки, тож, фактично, белгородцы, которые вимушены виплачевать свои ипотеки, свои кредиты, ходить на работу, на навчание, просто замкнуті. Замкнуті на территории, которая постійно обстреляется. Ну, а нам лишается только привітать наши силы обороны, наших разработчиков, которые вдосконалюют и досконалюют наши возможности наносить удары по территории Росейской Федерации. Хай знают и памятают те, кто пришел до нас из войны, что и нам теперь есть чем отвечать. И ворогови нигде будет сховаться. Хіба что они решат спинити войну и выйти за межи нашей территории до себя за кордон. Тобто повернуться на территорию Росейской Федерации. Ну, а поки насолоджуємося теми эксклюзивными кадрами, которые абсолютно любезно нам надают белгородцы. Фильмуючи, раскадровуючи, коментуючи все те, что происходит на их территории. Я даже не собираюсь к всему эмоциональному все эти фразы пусть Соловьев приедет, пусть поживет. Ну, понятно. Ну, а пусть люди тихо и спокойно займутся моей жизнью. Я же никого не призываю к этому. Не призываю. У меня просто всегда один вопрос. Вот как так получается, что на меня покушений много, и я во всех санкционных списках. А вот те, которые так кричат, что они за родину-мать, никому ни нахрен не нужны. Вот просто никому ни нахрен не нужны. Хотя некоторые из них свою родину предали. Ну, по крайней мере, эту власть, которой служили, как мантян. Хотя с паспортом хоклярским, как я понимаю, до сих пор бегает. И ни в одном списке ни мантян, ни Кашваров. Ну, имеется в виду западных санкций нет. Вообще, все эти борцы со мной как-то туда не попали. Даже удивительно. Ну, видно, они так незаметно вибрируют. Бывает. Все понимаю. Это же так выгодно, выполняя, в том числе, и политический заказ, набрасываться на меня. Набрасывайтесь. Не вы первый, не вы последний. Каждую осенью-весну происходит обострение. Не у народа, а у шавок. Не у народа, а у тех, которые делают вид, что этот народ представляет. Что Кашварова, что Мантян. И забавно, как они моментально слиплись. Кстати, и те, и другие. Ну, по большому счету, стрелковцы. Потому что у Кашварова я что-то не нашел. Осуждение стрелкового. А вот попыток объяснить, что зря его судили много. Это всегда интересно, такие детали подмечать. Так что вопрос, а Кашварова действительно за Россию? Ну, так просто, ради интереса. Потому что анализируют тексты. У меня ощущение, что скорее за тех, кто в данный момент заплатил денежку. Небольшую. Такое дорого не стоит. Телеграм-канал Соловьев. А Белгороду и Белгородцам обязательно помогут. Должны быть иллюзии. 48 часов всем покинуть Харьков и поквартально сносить к чертовой матери. Вот не надо больше ничего говорить. Любые наши проявления взаимопонимания, братья, сестры воспринимаются ими как слабость. Все наши уже здесь. Все, кто нам братья, уже здесь. Они нашли способ перейти границу. И они покинули. Объясните мне, почему вообще Киев стоит? Почему этот нацистский город до сих пор стоит? Мать городов русских давно захвачена врагами. Они нацисты. Они Лавру захватили. Они осквернили все святыни. И народ Киева это легко воспринял и предал. Сначала память о Великой Отечественной войне, потом православие. Что еще они должны предать? Я лично сторонник того, вот мы всегда очень аккуратно, деликатно действуем на территории Украины. Да, мы не цепляем мирное население. Но они поэтому к нам так и настроены. Потому что мы бьем по военной инфраструктуре, они бьют по Белгороду и у себя в соцсетях все это показывают. Иди к этому радуются. Иди к этому радуются. И публика украинская у них вообще в голове биполярка появляется. Но им надо поставить на место. Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, стюками, на повозках и на запад. И то же самое сделать с другими городами, в том числе и с Киевом. Можно и на восток. Я знаю, что в Белгороде готовые пункты временного размещения можем принять. Совершенно верно. Пусть сносят свою нацистскую власть, наносят удар в спину украинцам, которые стоят на границе и выходят к нам. Слава Владимирович, проходите, рада вас видеть. Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста. Пользуясь возможностью, хочу выразить искренние слова благодарности всем белгородцам. Они действительно героические, мужественные люди, великие патриоты и своей страны, и своей белгородской земли. Хочу вас лично поблагодарить как губернатора. Вижу, что вы все время на переднем крае, что называется. Вы с людьми, вы оперативно принимаете решения. Люди видят вас, понимают, что власти региона делают все возможное и невозможное, чтобы обезопасить людей, чтобы оказать помощь, поддержку. Я знаю, что у вас очень хорошие контакты и взаимодействия с федеральными органами власти. И вы, думаю, подтвердите, что федеральные органы власти откликаются на любую вашу просьбу, на любое предложение. Мы, вся страна с вами, мы не только супереживаем, но и готовы поддержку любую оказать, и помощь, и мы, как палата регионов, это проявилось в реализации вашей идеи детей перевести на время вот это сложное в другие регионы. И вы видите, как откликнулись все ваши коллеги, губернаторы. И спасибо вам, педагогам, родителям за организацию этой работы. Мы спокойны, что вот дети из самых близких районов, которые подвергаются рискам, обстрелам, они сейчас в надежных местах, им будет уделяться внимания, и они будут учиться, и отдохнут, и придут в себя, можно сказать. Знаю, что есть там проблемы с банками, но Сбербанк уже принял решение соответствующее в отношении жителей Белгородской области здесь взаимодействия по кредитам, другие вопросы, другие банки, уверенно, сейчас подключатся, и знаю, что вы этим занимаетесь, мы подключимся. В общем, любые вопросы, которые возникают, они должны находить решение. Президент в таком постоянном режиме следит за ситуацией в приграничных регионах, дает соответствующие поручения, и вот в ближайшие дни мы ожидаем еще и решения правительства о тех системах, которые необходимы в отношении людей, проживающих в приграничных регионах. Поэтому вы не одни, и еще раз низкий поклон жителям Белгородской области. Спасибо большое. Уже Валентина Ивановна, действительно, помощь, она всегда нам оказывалась, и действительно, ни разу ни одного отказа стороны органов федеральной власти не было. И лично докладываю президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу, пусть у нас ситуация, и прося тех мер поддержки всегда мы находим поддержку. Михаил Владимирович Мишустин очень близко всегда принимает к сердцу как человек и все наши проблемы, поэтому со всеми министерствами мы на связи. Просто проблем много, как только сократится количество обстрелов, мы сразу посчитаем, и уже будем выйти на уровень правительства Российской Федерации с просьбой оказать помощь. Безусловно, мы сейчас готовим предложение по оказанию помощи в различных отраслях, потому что есть проблемы и с пассивными площадями. Безусловно, мы сейчас предпринимаем особые меры предосторожности, но законодательства они не прописаны, мы исходим уже из оперативной обстановки, смотрим, каким образом нам обезопасить людей, в первую очередь, потому что все, что можно восстановить, кроме жизни человека. Но понимаем, что все равно сокращение площадей оно будет, и никуда мы от этого не денемся, и от этого безусловно это повлияет на объем производства, на стоимость продукции. Здесь уже нужно готовить обоснования и будем ходить на министерство. Меры государственной поддержки. Но важно, что вы не только постоянно с людьми, что налажено информирование людей по ситуации, потому что иногда тревоги от незнания, от непонимания постоянно и от вас лично, как от губернатора, идет. Но знаете, все еще раз убедились, увидели это зверенное лицо нацистского киевского режима. Понимаете, проиграли полностью контрнаступ, гривенники продолжают получать, вооружение продолжают получать, и поэтому ударились во все тяжкие, чтобы спонсорам своим показать. Убивают мирных граждан, обстреливают абсолютно мирную инфраструктуру, и в том числе для того, чтобы картинку потом показать для западных этих своих хозяев. вот это все не останется безнаказанным. Это военное преступление по всем правилам международным, которые существуют введения войны. Вот такие атаки на мирное население, бесчеловечные, такие жестокие обстрелы, убийства мирных граждан, это все обязательно в свое время получит свою оценку. Спасибо большое за слова поддержки. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова